А я так жду в 87 в этом году Светлана, а я так жду в холодный день Немного лета Прогусти шанты Как вы шанты, Франк? Такая у нас команда кондитеров, которая постоянно чем-то занята Сейчас давайте собираться Я постоянно меняю локацию Франк делает мусс 2 шоколада, мусс белый шоколад, черный шоколад И потом сверху укладывает бисквиты Начинаем готовиться уже к Дню Святого Валентина Так что все при дела Я решил сегодня с вами печь яблочный пирог Самый простой, самый быстрый рецепт Который вы запомните один раз на всю жизнь Запомните, все продукты должны быть одинакового веса Вообще, я думаю, надо подобрать такие рецепты, чтобы было не больше 4 ингредиентов в торте А это именно мука, сахар, яйца и сливочное масло Это либо 4 продукта, либо 3 Ореки, сахар, мука Например, мы с вами скоро будем печь омореки Это 3 продукта Потому что обычный рецепт, когда вы смотрите, там очень много ингредиентов Вы думаете, ой, это сложно, это там, сколько ингредиентов надо покупать А когда, в принципе, одни и те же ингредиенты Мука, сахар, яйца и мука Вы только добавляете яблоки, перчики, фрукты сезонные, орехи, то и то и то И все очень просто Поэтому привет из Москвы И вам тоже большие приветы Из Мурманска Заполярный круг У вас там, наверное, холодно Я помню, в Мурманске был Там была темная ночь Днем И я не понимал, почему всегда Шторы были в гостинице закрыты Потом мне объяснили Что на улице темно И мы выходили в час дня В два часа дня И уже было темно И это было здесь Запись сохраню, не волнуйтесь Из Хабаровска привет И вам тоже Из Киева привет У нас, видите, какая география огромная Из Израиля Кувер Грузия География у нас огромная С вами Мы с вами готовились Потихонечку Учим французский язык Вы заметили, как мы уже продвигаемся потихонечку И мне мои ребята-кондитеры говорят Мы хотим поехать в Россию Хотим Москву посмотреть, Питер Ну куда вы поедете, не зная языка Хотя бы элементарные вещи вы должны знать Вот я и учил Одни недели Считать Считать там Как пройти И как туда-сюда Поняли? О, из Молдовы привет Из Риги привет Литва Домогедова Санкт-Петербург Ой, Санкт-Петербург смотрел фильм Когда Дня три назад Ладога Когда была блокада Ленинграда И через Ладогу Через зимой Машины доставляли продукты Блокадникам Это было Просто ужасно Эти машины все Шли под лед Немцы не давали Этим машинам Ехать Постоянно бомбили Люди там Кто попадался на враствии Расстреливали И люди с голоду умирали Конечно, не дай бог Такого, чтобы не повторилось Никакая война Это ужасная Никаких блокад Поэтому без слез Смотрите Просто невозможно Но об этом надо знать И помнить И не забывать Что такое Не дай бог Чтобы не повторилось Дом с вами Ладно Нас уже 900 человек И мы уже с вами можем приступать Значит, смотрите Делаем Такой пирог Я его называю Он же и кекс Он же и тарт Очень простой рецепт Все продукты должны быть В соотношении Один к одному 250 грамм Сливочного масла 250 граммов Сахарной кудры Или сахара 250 граммов 250 граммов Муки И 250 граммов Яблока Не Яблоко Мы возьмем Больше Потому что Одно яблоко Это уже 250 граммов Конечно А такой торт Не получится Вот это количество У нас рассчитано На Две формы В принципе Продуктов много Вы можете уменьшить Пополам Вот на две Такие большие формы Вот это количество Теста Так Смотрите Берем Ежу Вам там все видно Все подготовлено Вот смотрите Это количество Теста Вам на две Формы Если вы считаете Что это много Разделите Все пополам Вход 25 Так Смотрите Оно Делаем 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 Сливочная маска Должна быть комнатной Фартов У меня есть Фартов У меня есть У меня есть Фартов Вы В этот раз Говорили Что Вам там Ребит Что-то В них Глаза Болят Слезятся Я решил Как бы Сегодня Делать В таком Сделан Фартов У меня тоже тут модная вот эта футболочка, видите, тоже этой же фирмы, очень удобно. Мы всегда работаем в футболках, в таких фартуках и в волосах. Главное, убор не носим, я, видите, там гель накладываю, они у меня камнем стоят. Поэтому вы не бойтесь, что волосы могут попасть в торт или еще куда-то, чтобы их расшевелить. Это надо постараться, надо, чтобы такой ветер был. Итак, 250 граммов сливочного масла, мягкое. Видите, масса такая, мягкая сливочная масла. 250 граммов, есть. Есть, есть, есть. Добавляем сюда 250 граммов сахарной пудры. Сахарную пудру просеяли. Можете взять сахар. Андрей, если бы вы были посевы, то бы я лень для вас. Можете подождать. Можете подождать. Можете подождать. Так, 250 граммов сахарной пудры. 150 яйца. Одно яйцо весит 50 граммов. Поэтому, вчера бы у меня спрашивали, сколько яйца. Одно яйцо первой категории весит 50 граммов. Поэтому это 250 граммов яйца. То это 5 яиц. Окей? Апрэ. Апрэ, это значит, потом. По-французски мы с вами будем говорить, готовить и на русском, и на французском. Так, берем миксер. Берем лопатку. Берем лопатку. Смотрите, я сейчас опускаю, чтобы вам было видно. Вставляю в миксер. Вот такую лопатку берите. И начинаете взбивать. Добавьте щепотку соли. 50 граммов без скорлупы. Со скорлупой весит... Это чистый вес. А со скорлупой весит намного больше. Значит, смотрите, добавьте немного соли. В этом году я купил. Я купил. Я купил. Я купил. Я купил. Я купил. 250 граммов без скорлупы. 250 граммов без скорлупы. Апрэ, это всё. Потому что многие местные спрашивают, а что ты всё на русском говоришь? Мы ничего не понимаем. Я говорю, ну вот, учите русский язык. Ладно, для них буду повторять. Антеза сельна. Антеза сельна. Антеза сельна. Антеза сельна. Вы... Ваниль. Вы выберете ванильный сахар. У нас, смотрите, экстракт ванили. Для производства мы используем экстракт ванили. Ванильного сахара у нас нет. Вот такие пластиковые бутылки. Видите? Не дай бог, чтобы не отлетело где-то стекло или ещё что-то. Добавляем соль и ваниль. Для аромата. Можете добавить немного цедр-лимона. Или для аромата корицы обязательно надо добавить. Так, корица. Ле канелле, 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 канелле. Корица по-французски канелле. Видите, сколько у нас её много? Ну, где-то одну столовую ложку корицы. Не столовую чайную. Полторы. По вкусу. И начинаем взбивать. Сливочное масло и сахарная пудра. Сейчас, думаю, можно поставить вот так и наклонить. Он уже у меня теперь двигается. О, отлично. Вот, шикарненько. Видели, какая подставка у меня замечательная? Значит, вы теперь можете туда заглядывать и смотреть. Значит, смотрите, сливочное масло, сахарная пудра 250-250. Немного соли, ванили, корицы добавили. Всё это взбиваем в пышную массу. Со стеночек немножко. Взбиваем прям хорошо, хорошо, хорошо. Долго взбивать? Ну, взбивайте примерно где-то минуты 3-4. Это типа яблочной шарлотки. На шарлотке там яйца с сахаром взбиваются. Потом мука, в конце немного масла. А здесь наоборот. Здесь тесто будет поплотнее. Подставка, конечно, очень удобная. Раньше я всё бегал, видел. Потом, смотрите, берёте 250 граммов муки. И добавляете сюда чайную ложку разрыхлителя. Вот у вас такой разрыхлитель. В муку добавляете чайную ложку разрыхлителя. И перемешиваем. Ну, короче, вы поняли. Короче, вы поняли, как взбивать яйца. А, не яйца, а масло, сахарное. Окей? Продиктуйте рецепт. Рецепт. Бисквитного рулета. Бисквитный рулет. 4 яйца, 100 грамм сахара, 100 грамм муки. Всё. Рецепт очень простой. Это бисквитный рулет. Так, значит, смотрите, разрыхлитель нужно хорошо перемешать с мукой. На 250 граммов муки добавляем одну чайную ложку разрыхлителя. Теперь это всё нужно будет просеять. Муку с разрыхлителем просеяли. Для того, чтобы насытить кислородом. Капельный молок. Замок в табли. Муку. И разрыхлитель с рассеем. Макло с сахарной пудрой добавляем. Для ребятам своим каниграм. Времена отменили. Раньше снимали телевизионные программы. Нужно было куча операторов. По свету. Сейчас телефон включил. И сам тебя снимаешь. А то снимаешь. Вот до чего дошёл процесс. Прогресс. 5 яиц. 250 граммов чистого веса. Я даже могу взвесить. Смотрите, у меня 5 яиц. Сейчас взвесы, сколько они у меня получают. Одно яйцо 50 граммов. 2 яиц. И яйца 110. 3 яиц 170. 4 яиц 220. 5 яиц 280. Ну ничего страшного, на 30 грамм побольше. Ну, по-хорошему, 250 граммов. У меня 280 граммов лица. И теперь смотрите. Масло с сахарной пудрой убили. Печём яблочный пирог. Итальянский. Очень простой. Все продукты в одинаковом соотношении. Сливочное масло, сахарная пудра, яйцо и мука. Мы всё берём по 250 граммов. Смотрите, значит добавляем. Сюда поставлю. Добавляем одно яйцо. Одно яйцо. Раз. Две столовые ложки муки. И вот так попеременно добавляем яйца и муку. Следим, чтобы масса не прилипала к бокам кежи. Лучше всего использовать силиконовый скрепок. Видите? Как только масса станет однородной, добавляем дальше одно яйцо. Две столовые ложки муки. Опять ждём. Масса перемешивается. Если масса, видите, отсекается, добавьте ещё муки. Что значит отсекается? Значит яйца не соединяются с маслом. Такое бывает. Поэтому добавляйте муку. Ещё одно яйцо. Ещё две столовые ложки муки. И вот так перемешивается. Масса уже пышная за счёт того, что сливочное масло. Это делается для того, чтобы масса была однородной и воздушной. Если сразу перемешаете, то она может отсечься. И всё. В конце добавляете оставшееся яйцо и муку. Так. Всё. Тесто готово. Вот такое простое тесто получилось. С ванилью, с солью. Смотрите. Смотрите. Вот такое получается тесто. Вот такое получается. Смотрите, как он под паташу. Паташу – это заварное тесто. Похоже, видите, треугольником висит. Вот должно получиться вот такое тесто. Так. Значит, смотрите. Снимаем тесто с ленечка, с лопатки. Тесто с корицей, с ванилью, с солью. Случилось шикарно. Теперь подготавливаем форму. Я вам сказал, что вот это количество продуктов по 250 грамм. У нас значительно на всех формах. Я возьму одну большую, 24 см трубой поменьше, 20 см. Обязательно на дно положите пергаму. Сливочным маслом смажьте бока в формах. Лучше. Видимо… Если… «голевый»… Франции – это много злениц. В франциях Духа, попробуйте в русский. Да. Я уже легко научиться русский язык. А про то, что… Я использую русский язык. Я использую русский язык. Я использую русский язык. Доброе утро! Утро, ты же посетишь. Добрый день. Добрый день! У них все доброе утро. Добрый день. Добрый день. День. Сегодня вторник. Сегодня вторник. Уже у Дима где? Сегодня вторник. И я итальянец. Я итальянец. Я итальянец. Видите, уже говорят по-русски. Я итальянец. Я француз. Я француз. Я француз. Француз. Я француз. Я русский. Я француз. Я француз. Я француз. Француз. француз 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 муха у них таких слов нет и произношений как у нас Доброе утро, шеф Алекс! Они меня понимают, я конечно с ошибками говорю, но а куда деваться? Вы же видите, я спокойный, не кричуя, я головой от стол не бьюсь. А некоторые, знаете, шефы такие бешеные. Я иногда смотрю, но я не смотрю эти передачи, Костя, мой дружок Фибрин, не помню как программа называется, вот он эти тарелки там, лук и тарелок там, мат-каримат. Ну это формат шоу, но я думаю, что в жизни наверняка то же самое, ничего другого там не происходит. Поэтому надо держать себя в руках, надо заплатить картине и объяснять, как праздничь идет. Итак, смотрите, смазали форму сливочным маслом по бокам. Вот это 24 сантиметра, вот это 20. У меня просто две разные дела. По бокам вы можете посыпать либо какими-нибудь орешками, можете присыпать мукой. И вот так втроем мы поработаем. Зорж сегодня выходной, завтра вывезет, завтра у меня выходной. И вот так вот потихонечку меняемся. Один у нас стоит на выпечке, делает всю заготовку на завтра. Другое дело это дорожное на завтра. Уже вот мы до 8 часов делаем витрину, а потом уже делаем заготовки 12 дня. И все надо было. Утром прийти, а у нас уже все было готово. И мы прям светленькая, светленькая. Самое главное это организовать работу. Так что параллельно, чтобы мне не было скучно, я вот тут буду вас развлекать такими-нибудь простыми рецептами. Не сложно, не простыми. Мы с вами договорились, что будем делать. Значит, смотрите, будем делать с вами рецепты, чтобы количество ингредиентов было не больше 4. Кропи итальянский пирог с яблоками. Студента мы убрали, потому что он был очень медлительный. Он, конечно, хотел с нами работать, но я ему сказал нет, потому что толку не будет. Это уже зависит от характера, от... Человек не может, если он не длительный, стать очень быстрым. А есть такие ребята, приходят очень быстрые, все делают быстро, но некачественно. Это как бы уже по правилам. А если человек не длительный, то это на себя. Поэтому мы его не взяли. Ну, не знаю, я ему на кругу не забиваю. И мы тут. Не пришел ты утром, не пришел ты мне. Думаешь, мы плачем, мы других найдем. Правильно? Так, смотрите, берем тесто и выкладываем в форму. Вы можете выложить вот это. Я люблю все делать правильно, поэтому возьму кондитерский мешок. У меня там есть... Одноразовый кондитер. Одноразовый кондитер. Одноразовый кондитер. wordt от затылок онậtный. Бетон га. Они им давно ржут, я уже пою. Они ржут с ранками. Они танцуют ребят. Так, и вот так мы тут работаем на карму, так берем трубочку. Я считаю, что от настроения многое зависит от коллектива. Если будете работать с хорошим настроением, то и выпечка будет вкусная и удачная. Вообще я стараюсь работать профессионалами. Если вы заметили, у меня три кондитера, они все профессионалы. Потому что я не хочу брать людей, на которых тратишь свое время, нервы. А потом оказывается, что они говорят, что мы пошли дальше. Особенно молодец. Год поработай полгода, всему научиться и сваливай. Идут дальше. И потом расскажут. Ааа, вот мы работаем. Средневность там. И сразу их. Вот. Стоимость возвращается сразу. Я как бы не против, пусть идут, но как бы. У меня нет времени тратить на это. Поэтому я решил взять профессиональный кондитер. Который уже засоран. Который не будет скакать смерть на место. И который будет в работе. Сниматься своей семьей. Своими людьми. В работе дорожить. Так, смотрите. Гладкая трубочка. И потом по кругу отсадка. Так, сейчас я опущу. Так, видно вам? Как удобно с этой подставкой. Наклонил, сделаем. И ровным слоем, примерно где-то один сантиметр. Отсаживаем тесто. С корицей, с ванилью. Ну, я думаю, так нормально. Беру вторую форму. Складером осталось. Хотите посмотреть, что Франк делает? Бисквиты пропитал сахарным сиропом. Потом немножко ганаша. И в форму. Там уже шоколадный мусс. И шоколад. Это заготовки, нагавки. В дорожной мы делаем сразу целый лист. Строугодности у них 3-4 дня. У нас до воскресенья все продается. Они стоят в холодильнике. Сейчас уходят на заказ. Там, кстати, здесь. Это есть. Это есть. Это есть. Это есть. Это есть. Видите, чтобы нам... Видите, в мешке очень много теста осталось. И чтобы его все... Эта еда, скрыбовка такую. И проталкиваю тесто туда. Чтобы все до... До грамма ушло в форму. Теперь отсаживаем тесто. Одна большая будет. И одна маленькая. Лучше, как отсюда тесто извлечь. Раздвигаем мешок. Ничего не теряем. Берем хребот. И еще. Видите, в мешке ничего не остается. Мешок чистый. Идем дальше, поднимаем. Так, всем привет из борца. Две формы, выложил тесто, видите, теперь приступаем. Немножко здесь до боков, видите, не хватило, не страшно. Проклоните лопаточку и прокормите. Оно при выпекании потом расползется. 250 масла, 250 сахарной пудры, 250 граммов яйца без корлупов, 250 граммов муки, чайная ложка разрыхлителя, чайная ложка корицы, ванили. И все, выложили и подготавливаем яблоко. Значит, смотрите, один тарт я могу сделать яблочный, а другой хочу сделать грушевый. Смотрите, я открыл банку с грушами, где надо было сделать грушевые и пирожные. У меня очень много осталось груши, видите, половинки груши все розные. Мне жалко, они не стоят, потому они пропадут, правильно? И мне нужно будет их выбросить, поэтому пойду возьму сейчас нож. Пойду возьму нож. Пойду возьму нож. Доску. Доску, нож. Один у меня пирог будет яблочный, а другой грушевый. Значит, смотрите. Видно вам? Вы берите яблоки, вы можете взять любые консервированные фрукты, ягоды. Режем вот на такие дольки грушу. А второй у нас будет яблочный, как мы договаривались. Вот у меня здесь безотходная производка. И мы торты делаем как раз разным. Допустим, закажут черный лес. Я один, два, один, два, один. Лишнюю открываешь. Куда девать нас садок? Ну, все делают. Агурат шум, в коньках. Давайте я вам сюда поставлю. Можно персики, можно абрикосы, можно все, что хотите. Я так пониже поставлю, чтобы там было видно. У меня не обязательно смотреть. Вы можете смотреть, что здесь происходит. Так, смотрите, по кругу. Выкладываем грушу, персики, абрикосы. Можете положить ананасы. Тогда можете в тесто добавить кокосовую стружку, допустим. Можете часть муки заменить на орехи. Допустим, взять не 250 граммов муки. А можете взять, допустим, 125 граммов муки пшеничной. Можете взять 125 граммов измеченных орех. Тоже будет очень вкусно. Тоже будет очень вкусно. Так что, видите, у нас и груша тут прошла. Ничего у меня не останется. Мы завтра на утро украсим пирожное. Все остальное у меня будет. Покругленько укладываем. Покругленько укладываем. Фрукты, ягоду. Если вы берете замороженную ягоду, то лучше всего ее обвалять в мороженом виде, в крахмале. Все, причем. Так, груша у меня ушла. Ничего не осталось. Безотходное производство. Завтра уже с утра сегодня выпечем. Завтра в утро уже входить в русскую, пойдет на продажу. Мы тут, видите, как это... Что в голову пришло, то и пошло. Здравия, что там это в отроку-то? Давай, вот этот куток, ну как вы шилипом. Так, значит, а другой у нас яблочная с вами будет, да? Смотрите, печку сразу поставьте на разогрев. Печку ставим на разогрев. На 180 градусов. Можете орехов сверху. Можете сверху посыпать, допустим, миндален. У нас миндальные лепестки. И можете сверху покатывать с дальними лепестками. Это поднимется. Груша утонет. Если вы все равно смочите, так, чтобы добраться. Скоро так, спонтанно, никто не знает, что не идет. Здесь сверху присыпали миндален. Там тесто, груша. Теперь мы с вами что-то займемся яблочками. У нас все-таки по плану. Мы французский язык учим. Мы его готовим очень постоянно. Значит, смотрите. Как по-французски звучит торт? Знаете? Не знаете. Я вам сейчас скажу. По-французски торт это готов. Готов. Поэтому вот этот торт называется готово помо. То есть торт с яблоками. Помо это яблоко. Так что запоминайте готово помо. Вы будете где-нибудь в Париже сидеть или в Монте-Карло. И вы попросите он кафе и готово помо. Кофе. И яблочный пирог и яблочный торт. Окей. Запомнили? Ан кафе. Один кофе. Ан один. Бел кафе. Два кофе. Два кафе. Три кофе. И так далее. Так смотрите. Яблоки. Очищаем от кожицы. Удаляем семена. Это смотрите. Вы уже много еще знаете. Кофе, кафе. Чай. Знаете как в французском? Те. 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 Бе. Мене. Те. Те. Те вех. Зеленый чай. Те нуах. Черный чай. Те. 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 заказать здесь засенницу допустим на завтрак сказали алкафе, алкроса так смотрите, яблоки порезали на 4 части на 4 части и потом каждую четвертинку еще попала значит, получается, что мы яблоки режем на 80 литров я два яблока взял укладываем так же по кругу вот такой яблочный пюрок можно посильнее туда прозабливать но они по-любому там утонут вот здесь тесто начнет подниматься оно уже с корицей можете лимонную цедру добавить фаниль обязательно яблоки немного, но ладно видите, наверное, в такую форму 20 сантиметров у меня 20 сантиметров два яблока два яблока яблоки яблоки яблоко яблоко у меня яблоко сливочное масло яблоко сливочное масло растапливаем его до жидкого состояния привет из тулы я помню бабушки короткого область я проезжал через туру покупали там тульские пряники да рецепт вчера выкладывал посмотрите у меня вчерашний пост рецепт очень простой 250 граммов масло 250 граммов 250 граммов сахарная пудра 250 граммов яйца без корлупы 250 граммов муки всего четыре ингредиента и все в одинаковых пропорциях я специально такие рецепты думаю буду вам подбирать чтобы вы легко запоминали все было минимум продуктов и просто в изготовлении но результат должен быть смотрите выложили яблоки на тесто растопленное сливочное масло растоплю и сверху смазываем я яблоки они будут мягкими они не будут сухими мазаем растопленным сливочным маслом мазаем сливочным маслом привет с урала и вам тоже привет вам вот наверное там сейчас полотен нефти юганского 5 яиц можете взять меньше сахара можете взять сахара 150 граммов можете вообще в половину меньше взять можете часть сахара заменить на мёд тоже будет очень вкусно украина привет астана с нами вот прикольно у меня здесь такой ящик ящик там у меня сахар сюда сразу мешками высыпаем вот такой вот такая лопатка и потом сверху на пирог высыпаем сверху сахар можете не посыпать потому что вы там гудеете там не едете вам сахарный ужин можете не посыпать груши не надо потому что она уже консервированная вот такой у нас два пирога утром кондитер видите у нас скоро уроку яблочные и груши так значит сахарным заменителем мы делаем только под заказ у нас если люди приходят вот к нам без глютена без сахара без ты-ты-ты-ты-ты так или я делаю им там мусс какой-то малиновый а деменитовым сахаром с сахарными пирогами туда-туда делаю но только под заказ дойдет из Казани владеет Кавказ с нами география у нас конечно аквамент отрицают огромные все текут в турист выкладываю так смотри ставим все в детстве в текущей в текущей хватает два корота 180 можно даже 170 градусов и примерно где то на 40-30-40 минут если большой пирог то печется долго ставлю на 40 Поняли, как все просто делается и все, у вас уже на завтрак, на вечер вот такие простые браги, можете вишню взять, сливу можете взять, можете замороженную, можете консервированную в банку, можете взять все, что хотите, ананасы, миндальную муку можно, но все равно часть возьмите муки, можете 50 на 50 делать миндальную муку, пшеничную. Привет из Германии, рублевка с нами, размер формы я взял 24 и 20, нравится, что я всегда говорю, поняли, поняли, это Ника все это, у меня это первое, когда мы проводили мастер-классы, что ты все повторяешь, поняли, 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 а я говорю, у меня как прилипло, с Ника у нас все хорошо, ездил вчера к ней вечером или позавчера, пили шампанское, болтали, так что многие сплетни распространяют, что мы с Ника там поссорились или что-то там разлюбили друг друга, нет, это неправда, мы до сих пор любим друг друга, и скоро вы узнаете, почему, пока не буду раскатывать секреты, а любовь у нас еще больше стала. Просто мне удобнее здесь кондитерская, пока я работаю, сделал, все, пошел дальше, а так это, ну, будут книги иногда ей. А так мне надо что-то для работы, для кондитерской, я быстренько сделал, вас подключил к эфиру, вы все посмотрели, я выключил, и все, и пошел дальше. Правильно? Почему нет женщин-пекарей? Вы знаете, это очень такая работа тяжелая, кондитеры, физически тяжелая и моральная, и кондитеры мужчины, они все делают по рецепту, а женщины, так как они хозяйки, они стараются все делать на глаз, и у них очень легко все заменяется. Если нет такого продукта, они возьмут другой продукт. Если, допустим, у женщин все намного проще, и поэтому мы как бы стараемся работать с мужчинами. И вообще в Европе мужская профессия, это кондитер и повар, это мужская профессия. Это в России считается, что женская, а в Европе это везде мужская профессия, поэтому женщин, как бы, они к нам даже не приходят устраиваться на работу, а только мужчины, поэтому... Что там про Мальдивы? А я потом вам расскажу, я сейчас не хочу говорить про Мальдивы, пусть это будет сюрприз. А то сейчас потом неинтересно будет. Правильно? В России все женщины на себе тащат, правильно? И в горячую избу войдет, и коня на скопу остановят. Мужчины во всем лучше. Но не во всем. Мужчины тоже разные бывают. Бывают мужчины герои, а бывают мужчины трусы. А бывают тряпки, у которых только ноги вытирать. Одно мягкое вытирать. Разные бывают. И вот мы сегодня с вами поговорим про дружку. Какая она бывает? Стоит ли обижаться на друзей? Стоит ли... Как стоит выбирать друзей? Так что... Смотрите, сейчас у нас 11. 11. А у вас час дня помогали, да? Ну, где-то часа через два. Я еще час поработаю. У меня тут надо делать какие-то дела. И потом поеду в Италию. Мне там надо купить полистирен. У вас есть жена? Есть. У меня много жен. У меня много жен. И они, как правило, каждый месяц меняются. Сегодня одна пришла. Завтра другая. С одной жить скучно. Поэтому я стараюсь их менять. так что в третьем часа через два. И с вами поболтаем. Соль нужна. Щепоточка соль. Томакет 12.52. 12.52. Это час. Давайте в три тогда. Вы красите волосы? Нет. Волосы я не крашу. Это мои волосы. Раньше красил. Всегда этот блондин. Когда работал на телевидении, всегда красил. Сейчас мне некоторые красить. Они тут на солнце у меня выгорают. Не брить. Неделями. А если нет друзей, надо завести. Надо поднять свою задницу. И завести себе друзей. Выйти из зоны комфорта. И выбрать себе правильных друзей. Не просто собутыльников. С которыми вам комфортно сидеть, пить вино. И страдать тихо на кухне. А ты помнишь, как мы стучились? А ты помнишь, как мы жили раньше? Забудьте. Раньше прошлое не существует. Есть только будущее. И настоящее. Вот об этом мы с вами поболтаем. Ровно через два часа. Сохраняю эфир. А то потом пропадет.